Добрый день! С вами подкаст «Инфоурок», где мы говорим с нашими гостями о профессиях. Меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер управления профессионального дополнительного образования «Инфоурок». Илья Беляев, здравствуйте! Очень рад снова оказаться здесь, в этой прекрасной студии. И тем более, что у нас сегодня такой замечательный гость. Мне лично очень интересно, как человеку, тоже занимающимся педагогикой, детским театром, и театральное искусство, оно так или иначе напрямую связано, и это прекрасно, с литературой. У нас сегодня в гостях Алексей Олейников. Алексей Олейников — писатель, педагог, ну и много ещё талантов. Мы как раз поговорим об этом сегодня. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Сразу хочу у вас спросить. Мы знаем о ваших книгах, знаем о вашей популярности, но давайте немножко копнём глубже. Вы изначально не учились на филолога. У вас было вообще техническое образование. Можете про это рассказать? Ну да, это были, как это принято говорить нынче, лихие 90-е. Я, как и учился в физико-математической школе при МАИ, и, собственно, в силу инерции, как в этом фильме, помните, все побежали, я побежал, да? То есть точно так же все мои друзья побежали в МАИ поступать, и я тоже побежал в МАИ поступать. Вот, и поступил, потому что учили нас хорошо. Это была попытка совместить образование школьное и вузовское, и там преподавали последние два года у нас прям из моей лекторы. То есть поэтому нас гоняли, в принципе, в программе первого курса. Поэтому мы спокойно поступили на первый курс. Шестой аэрокосмический факультет. Это специальности инженер-конструктор космических летательных аппаратов. И мои, я прошу прощения, это Московский авиационный институт. Сейчас он инверситет, но тогда он был институт. Это было очень интересно, чрезвычайно трудно на первых порах, а потом мне стало очень скучно. И я оттуда ушел. А почему стало скучно? Что не понравилось? То есть вы представили себе, как вы будете работать в этой области? Или сам процесс обучения? Да, ну нет, мои прекрасные места. Но это такой большой-большой учебно-производственный комбайн. Там реально несколько тысяч студентов. Это город такой. И как-то я там себя очень, ну, как-то вообще не на своем месте почувствовал. Ну, я должен сказать, что это вообще мне свойственно. У меня есть такой инстинкт лемминга, наверное, да, в какие-то моменты. Я когда понимаю, что мне здесь не место, я как бы просто оттуда убегаю. То есть это как бы такое совершенно инстинктивное. Или я вообще в эти места не попадаю, где мне там не место. Так я в некоторые места не устроился работать, потому что я понял, что я просто там не смогу, не выживу. Причем я как бы понял это инстинктивно, а не рефлексивно. Вот, поэтому в мои вот я до четвертого доучился. И, пожалуй, уже пора писать диплом. Уже пора, так сказать, выбирать определенную. Ну, и научный руководитель. И вообще, в принципе, понимать, как все это будет делаться. А мне все так скучно стало. Прямо уже финишная прямая у вас была. Да, у меня была финишная прямая. И мне вот горло просто подступило. Вот прям и душит меня, значит, вот это все. Причем, что я преодолел самые, так сказать, страшные этапы. Самый вот фундаментальный там анализ, там, значит, строительная механика, спромат. Вот это все я перевалил. То есть, в принципе, у нас уже начинается специализация началась. И я как бы понял, что нет. Расскажите, пожалуйста, про этот эффект Лемминга. Потому что тем, кто как раз, возможно, нас смотрит, интересная эта тема о смене профессии, да, о смене места, где тебе некомфортно. И насколько это, знаете, считается, например, что у тебя там не хватило выдержки. А кто-то говорит, да вообще плевать. Плевать, что обо мне подумают, да. Мне здесь некомфортно, я ухожу. Ну, это же, да, в определенном смысле такое тоже проявление какой-то творческой воли. И совершенно не всегда там не доучиться в каком-то определенном месте, да. Ну, как там бросить неинтересную книгу и... У нас же учили доедать кашу до конца. Ну, вот, да, 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 да. Понимаете, какая бы каша была невкусная, ты ее должен доесть. Дело в том, что я ничего плохого не хочу сказать про мою. Мне нравится этот вуз, мне нравился этот образ. Ну, то есть вот по фактам при всей вот этих ужасах дифференциальных уравнений и всего остального, это круто было. Да, это хорошая еще советская школа, там были хорошие крутые учебники. Есть советская в плохом смысле, а есть советская в хорошем смысле школа. Вот, в этом смысле это была советская хорошая инженерная школа. Собственно, мои, как бы, наследник всех вот этих больших проектов, я имею в виду, что по строительству королевских, всех остальных. Понятно, что это инженерное хорошее такое образование. Вот, просто оно было... И мне оно как бы пригождается периодически. Я, правда, все позабывал, но ты как бы усваиваешь основы, естественно, научного мышления вот в этом всем. Да, ты понимаешь, как, в принципе, устроены науки, как они между собой связаны, как вообще, как работает вообще инженерный подход, инженерная логика в понимании мира. Это очень такая, ну, основа такой западной нашей цивилизации, в принципе. А про эффект лимминга и про то, надо уходить или не уходить, я вам встречную историю расскажу. Это очень смешно, потому что... Ну, как встречную, тоже пример. Потому что меня однажды привели тоже к школьникам и спрашивают. Вот, расскажите про свой творческий педагог. Как вы определили жизнь? А у них там профориентация... О, прости, господи, меня чуть ли не в рамках профориентации позвали. Я начал с того, что, ребята, я очень плохой пример профориентации. Не надо на меня ориентироваться, потому что я не, как бы, человек, который сознательно себе правильно строил карьеру. И это действительно... Ну, мы-то понимаем, да, там, сначала ты родился в семье миллионера, потом ты поступил в Итон, потом в 21-21 год у тебя технологический стартап в Кремниевой долине, да? Да, в 30 ты уже там у психотерапевта лечишься от депрессии. Ну, вот. Вот. Но, да, мы понимаем, да, что есть примеры очень простроенной карьеры, да? Да, и если родители, которые есть, которые вложились в образование, еще есть там у родителей, вложились в их образование, то есть большая такая династия, да, тогда понятно. Я не строил, да, я его, так сказать, инстинкты, ну, как вода, да, она как бы течет, вот она оббегает препятствия, двигается. Я в этом смысле двигался по своему, так сказать, следуя своему инстинкту. Вот мне здесь плохо, ну, плохо мне, ну, мне тоскливо. Каждый день прихожу в школу, в аудиторию, мне просто, ну, волком хочется выйти. Ничего меня в этом не зажигает, вот. Ну, и как бы все, чего я буду тянуть эту лямку до бесконечности? Ну, я просто ушел вообще просто в пустоту, то есть абсолютно там больше болтался. Болтался в бубрных водах нашей страны, просто занимался всякими делами. То есть я не занимался ни журналистикой еще в тот момент, не писал. Ну, то есть писать-то я писал все время, но никогда не воспринимал, собственно, свои тексты как что-то, что вообще может представлять значение для кого-то, кроме меня. Наверное. Ну, вы как-то в сторону литературы уже смотрели? В сторону литературы? Может, не знаю, увлечение чтением, какой-то большой опыт читательский? В сторону литературы я смотрел лет с 14-13, потому что лет с 14-13 я начал писать в огромных количествах совершенно чудовищную фантастику, много еще более чудовищных стихов, но, в принципе, я писать начал активно вот так или иначе где-то лет с 14. Поэтому все это время я смотрел в сторону литературы, никогда это не расценивал как что-то, что можно превратить в свои занятия, в род занятия таких. С пиететом смотрел на писателей, там иногда встречался, входил на встречи там с писателем, никогда не думал, что я буду с той стороны, так сказать, этого всего процесса отвечать на вопросы, а не задавать их. У меня, честно говоря, похожая история. Я училась на инженера-программиста по той же причине. Все пошли, я пошла, модно, хорошо, надо. А потом забрала документы и подумала, где мне будет интересно учиться. И пошла на исторический факультет. Ну вот, да, я пошел бы на исторический, если бы у меня была еще одна запасная жизнь. У меня есть несколько специальностей, которые бы я сейчас хотел заняться. Да, в истории одна из них, да. Я бы с удовольствием пошел. Мне было как-то наоборот. Я точно знал в школе, что вот я поступлю там в ГИТИС. Потом, когда поступил, просто произошла как раз переоценка благодаря педагогам, наверное, которые встретились. Я хочу немножечко в эту сторону тоже перевести разговор. Про учителей. То есть, кто для вас, возможно, стал таким примером? То, что мне, допустим, совершенно... Мне хотелось петь и, значит, быть таким каким-то... Какой-то поп-завездой. Когда я просто там поступил в ГИТИС и встретился с этими личностями очень начитанными, которые окружили как-то меня, и совершенно другой риторикой, и совершенно другими примерами там литературными, ну, как бы очень резко поменялось все вокруг меня. Вот, может быть, у вас кто-то... Есть такой пример, кто на вас так сильно повлиял? Ну, самый сильный человек, который на меня повлиялся, самый сильный влияние, на самом деле. Если так смотреть, то это... Сейчас скажу. Я про это часто периодически говорю, когда спрашивают. Ну, этот вопрос периодически всплывает. Вот. Это Альмила Евгеньевна Воронова. Это библиотека школьной в совершенно районной абсолютной школе 704. Она сейчас по-другому называется. В общем, это школа, куда я ходил до того, как ходил в эту профильную прямой. Школа при ЦСКА. Там половина были спортсмены, половина местный народ по набору. То есть, ну, то есть, в общем, звезд с неба никто не хватал. И я тоже в том числе в этой школе. Вот. И это был совершенно самый удивительный человек, с которым я сталкивался, потому что, ну, абсолютно влюбленный в книги, абсолютно... В принципе, она была не библиотекарь, она была библиографа. Она, как бы, у нее было такое более специальное образование. И она в нескольких библиотеках работала. Ну, в общем, Людмила Гейна просто... Это был человек, который просто давал мне просто жить в библиотеке. Я прогуливал школу, прогуливал уроки. Я там приходил и сваливал с уроков. Потом уходил в библиотеку. Она говорит, ну, иди. В общем, давал мне чай. И я бродил. То есть, она совершенно бесконтрольно давала мне просто путешествовать по всем книжкам, которые там есть. А вот там были, естественно, не только школьные. У нее были еще и подшивки, там, и самоздатовские. Это же 90-е годы были. И там Набоков. И тут Митерлин. Какого-то там не было того, чего не должно быть в школьной библиотеке, в принципе. Там Ницше, там, и что-то... Ну, то есть, там много всего было. Я просто бродил и читал, конечно, фантастику. А периодически она, как бы, давала какие-то вещи, как бы, чуть превосходящие, так сказать, то, что я обычно читал. Но, что, так сказать, в каком-то смысле развивало мой вкус. И, в общем, да, это был, по сути, мой единственный и самый главный друг в школе, которым я потом еще после ушел из школы, потом в гости к ней приходил много, долго. Вот. Но это прям такой был классический... Я бы сказал, что это такое вот постфактум. Размышляя, да, это такое немножко даже такое в духе 18 века образование. Когда ты не занимаешься, когда ты просто свободно серфишь вот в этом пространстве книг, идей и людей и общаясь про эти книги с понимающим человеком, который, собственно, тебе ничего не навязывает. Не нравится тебе? Ну, не нравится. То есть возьми это. Может, тебе это понравится. Это очень круто. Но это никогда... Я не знаю, можно ли это тиражировать или можно ли это масштабировать или повторить в каких-то других условиях. Это всегда, мне кажется, какая-то уникальная история. Индивидуальная, в смысле... Да, индивидуальная. Привнесение — это как методики преподавания, да? Да, да, да. А как поступили в литературу? Это было... В 2001 году я поступил в Литинститут. До этого я ходил, помню, гулял года два или три назад. До поступления думал, вот в этом месте я никогда не окажусь. Там вот это было смешно. Вот. А даже я не помню, в какой-то момент, в какой-то год я просто решил податься. Да, просто у меня было уже какое-то количество... С моей точки зрения, мне казалось, ну, каких-то неплохих рассказов. Вот. Фантастических что-то еще. Ну, то есть, в основном... Я поступал на прозу, да? Я туда, собственно, подался. Когда пришел, выяснил, что я есть в списках, как бы, на зачисление. Это прям... Ну, я, правда, оказался не на очке, а на заочке, да? Потому что я еще работал там параллельно. Заочек вообще круче. Скажу. Заочники сейчас все скажут, что фу, это не так, естественно. Потому что есть некоторое такое противостояние. Почему круче? Потому что на очное отделение в Литинститут, что тогда, что, мне кажется, сейчас приходят трепетные юноши и не менее трепетные девушки 18-19 лет. А за заучку приходит слесарь с пропитой печенью 50 лет из Иркутска. Значит, кто-то, значит, человек, который перепробовал все... Смотри, дальнобойщик там из Амурского... То есть приходят люди, у которых есть какой-то человеческий большой бэкграунд. И мне кажется, что по количеству человеческого, если так, простите мне, материала, то есть она интереснее, заочика. Там искрятся. То есть не все, конечно, далеко не все, естественно, становятся писателями, но просто вот такое вот варево заваривается в заочке гораздо интереснее, мне так кажется. Там всегда приходят люди, у которых есть история уже какая-то, да? То есть как минимум эти истории можно рассказать. Когда приходит человек в 18 лет, в 18 лет можно писать стихи. Ну, то есть стихи немножко другая штука. Стихи действительно, они подпитываются немножко из другого источника, чем проза. И стихи можно в 18 лет выдавать почти гениальные стихи. Ну, Нрембо, например, да? Он сколько там писал стихи на протяжении трех лет, после этого оплюнул, а все, отправился, застал заниматься работорговлей. То есть он не только работорговлей, а он еще и там черным дедом. Чем он только не торговал. Но, в принципе, Рымбо, вся слава Рымбо поэтически укладывается в очень небольшой промежуток. Вот. С стихами такое работает. Более того, бывает стихи совершенно гениальные в подростковом возрасте, когда человек слышит, ну, каким-то третьим ухом что-то, что, черт узнает, там складываются его прочитанные вещи, что-то он угадывает, вылавливает из воздуха, а потом там в 20, там чуть больше, все, там человек сдувается, и ничего уже не происходит, да? То есть вот дается, дается какой-то поэтический запал, заряд вилности. А с прозой не так. Проза – это такой долгий, постепенный процесс накопления впечатлений, ощущений, выработки технического мастерства. Нельзя 18 лет выдать войну и мир. Нельзя. Нужно сначала повоевать, написать севастопские рассказы, видеть, как людям ядрами голову отрубают, отрубают, чтобы пройти какой-то человеческий путь, чтобы, ну, написать. Это всегда очень такой наслаивающийся процесс, да? Поэтому я всячески говорю, что проза на заводчике, мне кажется, всегда была интересна. А на ваш взгляд, наоборот, самые удачные возрастные стихи – это… Возрастные? Да. Ну, я, допустим, имею в виду поэта, который, наоборот, в 18 лет писал значительно хуже, чем, условно, в 50-60. Ну, можно посмотреть. Ну, мне кажется, что вот Тютчев достаточно поздний поэт, который, как бы, очень интересный поэт, который вот так вот скрытыми путями вообще в культуру вошел. В принципе, Тютчева особенно не читали при жизни. И, в общем, слава его и значение возросло сильно позже после, так сказать. Ну, Тютчев, например, поэт, который позже. Фетт мне нравится. Фетт в последних поздних стихах вообще приближается, ну, он становится предсимволистом, по сути, да. Он уже предвосхищает всех ребят типа Мережковского, Гиппиуса, всех. Ну, там прям видно нам переход. Вот. Не знаю. Это надо смотреть, на самом деле. Потому что поэты, как правило, долго не живут. Это примеры поэтов, которые, так сказать, эволюционируют. Их еще надо поискать. Но они есть. Поговорим про творческий путь. Ну, такое уже тоже заезженное, кстати, выражение. Про то, как вы стали писателем. Как вы себя чувствуете? Что вы делаете? Что такое вообще современный писатель? Чем он занимается обычно? Ну, как стал, я уже начал говорить. Да, потому что, кроме того, что вот Людмила Гейна давала мне книжки, она же еще и читала мои каракули. И более того, она совершенно героически, как жена Толстого иногда эти каракули перепечатывала на машинке для меня. То есть у меня не было машинки сначала, а потом появилось. Ну, в общем, это, конечно, и разбирал их, и, конечно, первые опыты вот именно литературные крички, разборы и вообще общения, это вот у нее. Это, конечно, бесценный человек. И добрым словом я всегда ее упоминаю. Вообще, как бы, в принципе, рассказ можно научить. Там, рассказ и книгу можно писать любой человек, в принципе, одну, допустим. Может ли он писать много, а это уже другая столь. Вот, научить писать рассказы можно, в принципе, и детей, подростков и взрослых. То есть это чисто технические штуки, да. То есть их можно выучить на писательских курсах, их можно точно так же выучить, если ты внимательно будешь читать, читая других. В этом нет, как бы, секрета. Ты много читаешь, ты читаешь Толстого, читаешь Полстовского, читаешь, там, не знаю, Селлинджерок, читаешь Хемингуэ, кого угодно. Вот, если ты много читаешь, ты начинаешь крапивенно, ты начинаешь писать под них. Это такая неосознанная стилизация. Это первый нормальный, абсолютно ученический, нормальный этап. Как правило, это так и происходит. Люди неосознанно или осознанно копируют того, кто им нравится. Многие пишут в юности. Это нормально. Это, как бы, естественно, это часть, ну, развития когнитивных способностей человека, да. Некоторых просто тут без писательства не оставляет. Они продолжают. Вот дальше начинается история с интересным, потому что дальше начинается история или с публикациями. Это уже начинается профессиональная история. В Лите нас совершенно безжалостно клевали. И клевали и мастера, и, главное, наши соседи по гнезду. Они еще больнее тебя тюкали, чем эти. Вот. Это дает такую определенную, ну, в общем, как-то стойкость к невзгодам, да, и способность смотреть со стороны на свой собственный текст. Потому что это уже начинает, здесь начинается следующий этап. Вот ты такой замечательный, ты пришел с большим ворохом своих надежд, таким же ворохом текстов, да. Ты, значит, округом такие же, 400 таких же гениев, которые на тебя так же смотрят с охапкой своих рукописей. Да, и каждый из них думает, что он гениальнее всех. Абсолютно нормальная творческая ситуация. Сейчас процесс вхождения в литературу, он очень разнообразен и очень разный. Поэтому вовсе не значит, что мой пример будет релевантен для вообще всех. Кого-то. Да. Ну, у меня вот это была такая довольно серьезная дрессура, когда нас учили. Мы писали жанровые вещи, разбирали. Ну, такая достаточно, такая рутинная наработка мастерства. И вот это вот, вот потом, значит, были, первая публикация у меня была, как сейчас помню, фантастическая в газете «Порок». Это был такой фэнтезийный рассказ. фантазия на тему «Соломеи». Это дочь Сториа Ирода, которая потребовала, чтобы голову Иоанну отрубили и принесли. Вот это такая стилизация, густая такая, восточная стилизация под вот это такая экспрессивная в таких всех, в красках таких, импрессионистических таких. Я же любил фантастику и люблю до сих пор, поэтому первые опыты, конечно, были всегда фантастические, да, а потом я сместился в сторону вот такой вот. Ну, это такая историческая фантазия, мы бы сейчас это определили, наверное, так. Вот. А второй такой значимый какой-то интересный случился поворот, собственно, то, с чем я вышел потом на диплом в Литии, то, что тот текст, который принес мне первую литературную премию, собственно, «Заветная мечта», которой сейчас уже не существует, это был цикл автографических рассказов «Велькино детство». Оно было основано на, так сказать, моем детстве в Ставропольском крае, где я, собственно, довольно долго тусовался у бабушки. Вот. Вот там произошла интересная штука, потому что там произошла встреча темы и, видимо, уже существующего, но не осознаваемого мною языка, который у меня был. Потому что выяснилось, что на всех этих фантазических, фантазийных штуках я уже какую-то механику, технику языка наработал. И когда я изменил тему, да, у меня вдруг возник язык, голос. Да, возник язык, которым я могу говорить про нее. Да, это важная штука, потому что при создании текста ты как бы сначала, конечно, нащипываешь именно язык, которым ты это говоришь. Ну, то есть ты говоришь его сам себе, ты рассказываешь эту историю, прежде всего сам себе, внутри она разворачивается в твоем внутреннем пространстве, а потом уже, когда ты ощущаешь уверенность и понимание, как ты строишь, ты начинаешь писать. Мне хочется, знаете, так чуть-чуть конкретизировать, если мы говорим вот сейчас о профессии, как бы не с точки зрения творческой ее стороны, а мне бы хотелось у вас уточнить еще момент, вообще в принципе, что такое жизнь писателя, да, литературного деятеля в начале вот двухтысячных годов, то есть какие как бы есть карьерные по пути вот эти развития, то есть что это? Вы обиваете пороги издательств, я не знаю, параллельно там работаете водителем такси, ну то есть вообще, как в принципе люди, которые занимались литературой, в эти годы они жили, потому что я думаю, что для многих очень слушателей наших это такая чуть закрытая история, то есть как бы, если ты какой-то профессией занимаешься, хочется как-то этой профессией все-таки зарабатывать, да, не параллельно там набирая себе еще 300 каких-то работ, и вот как, ну, что, что значит, представляло вообще из себя вот в вашей жизни на тот момент? В основном народ после литературдинститута занимался, и я тоже занимался, я занимался журналистикой, например, да, я пошел в газету первого сентября, это была такая совершенно замечательная газета федеральная посвященная образованию, это большой мой кусок моей жизни, и вообще я прикоснулся совершенно другому миру, миру вообще образования, миру вообще сельских школ, и вообще все-все этой жизни, это было тоже очень бесценно, кто-то работал редактором, кто-то фотокорреспондентом, Кто-то фотографом, кто-то, значит, устраивался каким-то образом, там, не знаю, в журналы, в периодику, или в детские журналы, или в эти... Ну, то есть, так или иначе, пытались найти, применить свои способности, но, естественно, приходилось заниматься чем-то, что придется, что найдешь. Вот. Экспедитором, я помню, работал. Работал в совершенно какой-то невероятной подвальной фирме всем подряд, и дизайнером, и курьером, и... И чтец, и жнец, и на игре дудес. Абсолютно. То есть, народ выживал по-разному. Все зависит от степени известности, связи и всего этого. То есть, ну, кому-то, да, уже тогда, там, удавалось уже войти в литературу. Вот. Ну, тут еще случились... Был такой важный, не то чтобы поворот, но интересный деталь. Это в тот момент начал развиваться работа фонд СИИПТ, это фонд социально-экономических инициатив, который возглавил Сергей Филатов. Сергей Филатов, он возглавлял Ельцинскую администрацию президента. Потом, когда, собственно, Ельцин ушел, вот, он вот открыл такую инициативу. И он, собственно, занимался каждый год, у него был Филатовский фонд, его, собственно, он занимался поддержкой молодых литераторов, да. Он делал липки, может быть, наверное, его не слышали, но липки, это были часть культурного ландшафта нулевых годов, потому что в липках были все. На липки приезжал и Садулаев, и, значит, и Юный Прилепин тоже там на липках был открыт, и все, абсолютно. Это фестиваль, творческие мастерские. Да, это фестиваль плюс творческие мастерские. Люди заезжали на неделю в пансионат липки. Там было отдельное направление детских, да, где, собственно, я уже... Вот липки стали таким входом в профессиональный детлид, потому что я там познакомился и с Валерием Михайловичем Воскобойниковым, и с Мариной Яковлевной Бородицкой, и, собственно, с Эдуардом Николаевичем Успенским. Там же я познакомился, поэтому это такая была... Там были крутые мастера, и, собственно, я познакомился со всеми людьми, которые сейчас, собственно, являются, ну, лицом русской литературы. Они сейчас составляют, наверное, этот ландшафт, да, и Нина Дашевская, и Наташа Волкова, и там они... Ну, все, я сейчас, если я начну перечислять, выяснилось, что практически Станислав Востоков, практически все авторы, которые сейчас пишут, которых знают, они все прошли так или иначе через липки. Это была очень мощная, за пределами профессионального мира малоизвестная инициатива филатовская, вот, и она, конечно, сформировала очень много, по большому счету, ландшафт. Там тоже какие-то контакты народ устанавливал, какие-то публикации, вот, но вот так вот профессионально зарабатывать я зарабатывал в... Ну, как зарабатывал, жил как на какие-то деньги, да, это в газете 1 сентября, да. Потому что первая моя публикация, такая прям публикация, это была в Эксмо только в 2010 году, уже спустя 3 года после, так сказать, выпуска из Лидинститута. Это как раз вот серия Дженни Далфин, это как раз фэнтезийная серия, которую я начал в Эксмо выпускать. А как изменилась ситуация и сейчас по поводу того же выживания? Вернулись. Что сейчас из себя уже представляет современный автор? Смотрите, сейчас, конечно, совсем все другое, потому что сейчас, именно за эти 25 лет, я буду говорить в большей степени про детскую литературу и подростковую, в меньшей степени про взрослую, потому что я ее знаю, но меньше, да. Вот, и так, значит, сейчас существует огромное количество частных издательств. В честь и хвала, собственно, нашему книгобизнесу, который выжил в бурные 90-е, в бурные 10-е, в бурные 20-е, в общем, и продолжает выкарабкиваться, хотя тиражи у нас сокращаются, сокращаются. Вот, а огромное количество разнообразных детских издательств, которые специализируют, и подростковых, и взрослых, которые специализуются на чем угодно. Да, вот вам F-письмо, то есть феминистическое письмо, вот вам, значит, детские листерированные книжки 03, от 0 до 3, вот вам, значит, подростковая проза, вот вам, их много, их можно найти там в любом, в любой выкладке, там, Озона, Лабиринта и кого-то еще, ты жмешь, то есть ты видишь, кто их выпускает, да. Сейчас большая востребованность идет в связи с тем, что у нас проблема с правами и со всем остальным, да, на современных авторов. Первый путь – это официальное издательство, да, с совершенно понятными ограничениями и возможностями. С одной стороны, круто, тебя издают, редактируют, иллюстрируют, значит, все замечательно, еще и денег платят, все замечательно. Минусы – огромная очередь, большой самотек, пробиться трудно, это, так сказать, либо на удачу посылаешь, либо пытаешься пройти в какие-то премии, да. Второй вопрос, да, премии. Сейчас существует достаточно большое количество премий, не так, чтобы много, их не хватает все равно, вот, по детской и подростковой литературе, ну, во взрослой тоже, да, но проблема в том, что все эти премии сейчас, как правило, уже для изданных книг, поэтому это не путь для издателя, да, существует несколько инициатив, то есть, вот, есть независимая премия Саламандра, ее делают вообще книжные критики, да, это единственная, по сути, премия, куда можно послать рукопись, да, была премия Книгуру, туда можно было послать рукопись, и эти рукописи потом издатели, я знаю, что, да, за лонг, за шорт, издатели уже начинали ругаться им, чтобы толкаться, кто первый встал, того и тапки, вот. А второй путь сейчас современный, собственно, понятно, что можно пойти в сетевую литературу, да, и многие, то есть, мы еще, литература очень разнообразна, одно дело, ты пишешь, окей, ты пишешь, да, ты уютные, хорошие, дачные детективы про то, как бабушка, значит, связанием расследует, да, ты можешь пойти много детективных в сфере, да, другое дело, что ты пишешь какую-нибудь готическую мрачную дарк-фэнтези, совершенно, значит, в киберпанк-сеттинге, где, значит, насилие, убийство и все остальное, вот, и ты, конечно, с трудом можешь найти книжный в издательстве, зато ты можешь пойти в сетевую литературу, в жанр его, и, собственно, там на несколько, есть несколько порталов, на которых люди себе вполне себе зарабатывают очень неплохие деньги, но там совершенно другие экономические модели, вот, но в основном существует, как бы, жизнь вокруг издателей, жизнь в сети, это два непересекающих справленных потока, книжные, толстые журналы, ну, туда идут, но это такой эстетский закуток, да, так сказать, далеко не для всех, вот, можно пойти просто по пути, если ты ведом счастливым, ты можешь просто зайти на Роджа Ридера, сказать, хочу книжку, вот вам миллион моих денег, там, и вам все издать, вот, вам на золотом блюдечке, золотым обрезом книжку принесут, то есть, можно, как бы, самостоятельно издать книжку, ну, сейчас это вообще не проблема, да, то есть, вот, ну, вряд ли ее возьмут на реализацию в магазинах, вот, сейчас еще появилось последние два-три года, ну, как, активно начал развиваться, это аудиоэлектронное направление, это вот букмейт, допустим, Яндекса, это строки УМТС, это Литрес тоже стал активно развивать, по-моему, аудионаправление, и остальные к этому делу стали, по-моему, подключаться уже и ВК, и аудиоэти, и онлайн-кинотеатры, которые стали тоже предоставлять, по-моему, аудиокниги, то есть, в этом смысле сейчас вот этот рынок развивается, и если мы говорим о каких-то денежных делах, то, наверное, там больше можно заработать, чем в традиционном книги-издании, но туда еще тоже надо пробиться. У меня такой вопрос, касаемый путей популяризации детской литературы, что я знаю, что вы над этим много работаете, в том числе и вот ваши иллюстрированные Онегины, говорят, ума, да, там продолжение, кстати, будет у этой серии? Да, мертвые души, если мы доживем, то будут мертвые души. Здорово. А я к чему, к тому, что мы, я вот вчера там, когда, значит, готовился к встрече, там, наткнулся на какое-то интервью, где вам сразу там первым вопросом спрашивают о кризисе, значит, в детской литературе, и дальше вы на протяжении 15 минут говорите о том, что никакого этого кризиса нет. Да, я на стенку лезу от этого вопроса. Да, потому что вот поскольку, ну, собственно, мы все время тоже в театральной студии занимаемся поиском детского материала, постоянно с этим вопросом сталкиваемся, мне кажется, будет не лишним проговорить, а прямо с упоминанием имен авторов современных, потому что, ну, честно, вот, ну, кстати, есть успех, вот я такой, про свой локальный успех могу рассказать, у нас там ежегодный конкурс чтецов проходит, и, значит, я стал замечать, и мне это очень лестно и приятно, что действительно стал меняться репертуар у детей, поскольку вот на протяжении уже пятый он у нас был там по счету ежегодный этот конкурс, и как-то удалось все-таки родителей немножечко направить в сторону того, что, когда вы ищете ребенку по своему произведению, подбираете, да, что, наверное, не стоит переходить на первую ссылку, которая вам вылетает в интернете, а все-таки чуть покопаться, при том, что мы там и список авторов даем, и приятно, что, да, все-таки я банально, вот мой любимый там вопрос, когда мне приходит, значит, мама там с ребенком, и они начинают, ну, там, борта условно там, да, или маршака приносят, я говорю, а ваш ребенок знает, что такое городки? Вот, ну, как бы очень сложно объяснить, что, конечно, язык уже совершенно другой, и вообще просто предметный мир, который описывается в этих текстах, он уже современным ребенку незнаком, и тут вдруг возникает, там, Тим Собакин, Игорь Шевчук, там, Олег Сердобольский, вот, Яснов и так далее, вот... Слава тебе, Господи! Да, в небольших количествах, но возникает, Геваргизов возникает, там, и многие другие авторы наши замечательные, даже и Вера Полоскова, которая популярнее, наверное, многих, да, у нее тоже прекрасные детские стихи. Вот какие, на ваш взгляд, пути популяризации есть детской литературы, такие реально работающие, вот с чем вам, как бы, пришлось столкнуться, потому что книг-то полно и замечательно иллюстрированных, вот, но как людей направить, родителей, да, направить в сторону чуть более активного поиска, а не ходить по верхам, ну, вот у меня такой вопрос. Тут надо понять, во-первых, да, что представляет собой, ну, на мой взгляд, примерно аудитория всех совершенно замечательных издателей, типа «Самоката», «Компасгиды», «Белые вороны», там, «Поляндрия», «Клевера», ну, то есть, «Альпины», «Дети», все. Как правило, это аудитория, учитывая, что книжки издаются тиражами тысячи экземпляров, полторы, три тысячи, это уже бестселлер, шесть, мега-бестселлер, мы просто, просто до мышей уже дошли, как по этому, ну, просто реально тиражи в начале нулевых 30 тысяч было абсолютно нормальным тиражем, сейчас три тысячи. У нас есть города, где нет вообще книжных, в принципе, то есть, в общем, там, в этом, в господи, ну, в подмосковных некоторых городах нет книжных, я знаю уже, вот, просто схлопнулось все это. Есть аудитория, преданная этих издателей, да, это аудитория больших городов, да, это аудитория городов Москва, Нижний, может быть, Петербург, Казань, то есть, крупные миллионники, там, где есть городская, современно читающая родительская публика, которая, собственно, хочет, следит за трендами, читает модные, так сказать, журналы, ну, относительно, она следит, да, вот, они знают про них, им про самокаты не надо рассказывать или про компасгид, они и так придут на, там, Белую Ворону, там, вот, а есть другая абсолютно аудитория, да, аудитория, скажем так, запретная, делами всех этих миллионников, которая живет, вот, живет с Чуковским, с Барто, с комплектацией библиотек, которые существуют, да, и которые про самокаты, в принципе, не знают, да, то есть, в общем, вот, а сейчас, слава тебе, Господи, благодаря, там, Валбересу и всем, значит, вот этим, да, с маркетплейсом, туда, в общем, ну, до этого, до Валбереса все, всегда все решалось совместными закупками, когда там люди просто организовывались, да, и потом, но это, опять же, интенсивная такое, интенсивный серч, это, то есть, люди сами добывают информацию, то есть, нет никаких, ну, есть несколько журналов, посвященных чтению, но они тоже не слишком популярны, то есть, детское же чтение, детское чтение, но это академический журнал, который выпускает Институт Герцена, вот, и есть еще, там, не знаю, современная библиотека, но это профессиональный журнал, там, конечно, они свящают, он, он, как бы, адресован именно библиотекарем, да, и вряд ли будет читать его, там, вернее, есть журнал школьная библиотека, это, по-моему, современная библиотека, сейчас боюсь наврать, но, короче, есть, но это же такие профильные издания, да, вот, мы понимаем, что нету никаких передач, то есть, у нас нет, нет, ну, нет, нет никаких медиа, то есть, существует рынок, сам по себе существующий, да, и он не может масштабироваться на всю страну, потому что даже, учитывая, что даже есть сейчас каналы доставки, да, какие-то, да, нет знания о том, что есть Тим Собакин, есть Петр Синявский, есть Усачёв, ну, Усачёва ещё хоть помнят, Усачёва хоть знает, да, да, но его знают, потому что благодаря тому, что он, в общем, 90-е ездил по стране, не останавливаясь, и он, знаю, известен был, в первую очередь, как автор песен, он очень много песен писал, да, и он приходил на телевидение, опять же, к тому же, Успенского в наши, как бы, заходили корабли, и там постоянно его Успенский жал, то есть, Усачёва другая история, огромный личный, как бы, вклад в развитие, так сказать, собственно, известный, а так нет, то есть, никто не знает, по большому счёту, вот, и каналов нет никаких, это вам негативно, это только если сделают мультик по твоим стихам или по твоей истории, вот мультик, там, допустим, простоквашина, делается мегапопулярным, собственно, самого Смена, или Чебурашка, да, или всё, всё, то есть, вот, как бы, в этом смысле, здесь издательства и так работают на полную, на полную, так сказать, они не могут брать на себя ещё функции пиара и распространения этого, они и так занимаются пиаром, ну, то есть, библиотеки, кстати, тоже достаточно, вот, я много по библиотекам езжу, народ делает выкладки, раскладывает, то есть, в библиотеке, ну, в крупных городах, в областных даже, вот, там хорошо, относительно нормально комплектуются, но это от региона к региону зависит, но всё равно, тем не менее, люди там, ну, последние 2-3 года стали активнее приглашать, стало больше фестивалей региональных, то есть, люди прям, ну, то вот, они прям летом идут нон-стоп в фестивали, то есть, я вот смотрю, издательства едут сначала в Екатеринбург, потом, значит, в Ульяновск, потом куда-то, ну, то есть, я вот был вот 2-3 года назад в Вологде, в конце этого месяца поеду в Кемерово, например, да, то есть, фестивали, да, это мощный способ популяризации, вот, постепенно, да, может быть, это даст коммулятивный эффект, но, конечно, не хватает, ну, медийности, не хватает именно, грубо говоря, извините меня, телепередачи про детскую подростковую литературу, вообще про литературу в принципе, да, то есть, на самом деле. Я добавлю, что у нас на инфоуроке есть рубрика «Книжный клуб», куда мы приглашаем, и Алексей к нам туда приходил, поэтому присоединяйтесь, смотрите, у нас на платформе есть много выпусков. Про имена, про ресурсы надо было сказать, да, что-то еще, где можно посмотреть. Ну, вот, пока не закрылся, по-моему, надеюсь, что будет работать еще долго, журнал «Папмабук» совершенно замечательный, который делала Марина Семеновна Маранштам, вернее. Там просто вообще рубрикации есть, там, книжки от 0 до 3, от 3 до 6, от 6 до 5, книжки про родительство, книжки про дружбу, книжки про, там, не знаю, потерю любимого животного и что-то еще, то есть там множество разнообразных интервью, в общем, прекрасный журнал, да. Потом «Нен», портал «Нен» тоже, у них там есть неплохой раздел, вот. А так, раньше на «Лабиринте» были неплохие обзоры, сейчас не знаю, что с ними вообще происходит. Арзамас, по-моему, «Детская комната Арзамаса», и вообще, в принципе, у Арзамаса есть подкаст про детскую литературу, и, конечно, у Ряня Красильевича, по-моему, делали его, «Экспектопатроном» как раз он, по-моему, посвящен был детской литературе. Вот. На «Полке», «Полка» в смысле «Экадемия», это такой образовательный портал, на «Полке» был обзор детской литературы, по-моему, ну, он и в большей степени исторический, но хотя бы для того, чтобы получить представление о том, какие у нас были имена и куда все это движется, есть. Про современную литературу обзоров прям таких мастридов нет. Ну, журнал «Библиогид», который, собственно, да, вот РДГБ. У РДГБ есть два проекта про детлитру, там как раз представлены как раз современные авторы и персонали, и, собственно, библиография, и «Библиогид» с обзорами. И «Гайдаровка», Центра ЦИГДБ имени «Гайдара», московская выпускает электрированный ежегодный PDF такой, журнал «100 лучших книг для детей и юношества», да, и вот это очень ценная штука, потому что там как раз срез каждый год, и вот они их выпускают лет уже, ну, если не соврать, 20 или 15, и прямо там можно посмотреть по годам. Они есть в сети, да? Да, они есть в сети, они PDF-ные, да, то есть это очень ценная штука. Вот ты скачиваешь и смотришь просто, и там они структурированы по возрастам, по тематике, по, скажем так, направлениям, да, там познавательные, нон-фикшн, художественная литература, стихи, там, и так далее, и так далее, вот. Ну, кажется, для 140-миллионов страны это очень мало, вот. Мне, на самом деле, радует, что сейчас вот там в детских садах, и у меня ребёнок в хоре пел новое веяние, да, например, можно услышать Ренату Муху на утреннике. О, это прекрасно. Они есть мало, но уже начинается, хотя удивительно, что действительно слишком мало. Да, потому что их живых нету, да, только сейчас. Да, да. Это всё ценно при жизни, ему сказал. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт преподавания, где вы работаете, и какие у вас вообще впечатления от преподавания, от студентов? От школьников? Да, у меня два, так сказать, направления преподавания, но даже три, наверное, если говорим на постоянной основе. Это школа-студия МХАТ, я там преподаю историю литературы на продюсерском факультете, и это... раньше я преподавал литературу в лицее Ковчег, 21-й век, на Новой Риге, а сейчас в школе Перспектива, на Никулинской, да, это вот метро Озёрное. И совершенно, конечно, абсолютно два разных опыта, то есть с одной стороны, то есть у меня там четырёх-пятиклассники и шестиклассники, с другой стороны, студенты, да, и это совершенно два разных и типа преподавания, потому что если мы говорим про МХАТ, то это, конечно, такие лекции рассуждения, где я просто рассказываю про то, как всё устроено, как, собственно, все друг на друга повлияли, и там, в общем, поскольку народу не очень много, это всегда достаточно такие камерные у нас посиделки, но, в общем, мне нравится, мне кажется, что студентам тоже, в общем, нравится. Я не очень правильно, наверное, веду себя, как вузовский преподаватель, потому что я, например, никогда не задаю им рефератов и курсовых. Меня это бесит, потому что, во-первых, мне всё это читать, что я уже и так знаю, а во-вторых, во-вторых, проблема не в этом. Зачем задаётся реферат, зачем задаётся курсовая? Для того, чтобы научить студента, как бы, грубо говоря, строго говоря, работать с материалом, уметь его структурировать, уметь, как бы, искать источники, выделять первостепенно, отделять их второстепенно, то есть работать с научным материалом, да, в общем. Это навык, безусловно, ценный, но должен вам сказать, что, во-первых, у меня всё-таки творческие направления, у меня там либо художники, либо сценографы, либо художники по свету, по костюму, либо продюсеры, вот. И поэтому, в общем, я всегда задаю вместо этого творческие работы. Вот вам Державин, о да бог, и давайте что-нибудь, что хотите себе сделать, сделайте про неё подкаст, разберите подкаст или, там, не знаю, сделайте из него видеоклип. У меня есть целый альбом, они там, даже несколько альбомов, они делали этот на 18 веке, на Самарокова и на Державина у них были этот аудио, аудио этот. Вот, ну, то есть вот всячески, мне кажется, что тут фишка в том, что это напрямую, в общем, простекает от моего, как ни странно, школьного опыта преподавания, потому что, когда я пришёл в школу, я был полон методических надежд, и вообще, в принципе, у меня вот про это же самое был диалог и спор в Вологде с коллегами, вологодскими учителями, про то, что я был полон всякого рода, с одной стороны, восторгу филолога касательно того, что посмотрите, как устроен бунинский текст, как прекрасно, значит, вот посмотрите, какое количество, а вот давайте посмотрим частотность употребления, значит, цветовых причастий у бунинов в рассказе Лапти, да, я немножечко перевираю, но, в принципе, такие подобного рода методические разработки есть, если это будут смотреть наши дорогие учителя, коллеги, да, вы все эти разработки видели, в общем, так или иначе, я не хотел идти по пути проторенному, который предполагает нам советская школьная методология, да, а именно, грубо говоря, мы извлекаем некоторый морально-этический урок из текста, то есть, как бы, и так или иначе, мы все-таки их подходим к бедному тексту с раскаленными щипцами и пытаемся извлечь с него ответ, что хотел сказать автор, автор вот этот вот выстраданный, да, то есть, мы извлекаем некоторый урок, то есть, мы воспринимаем литературу, как некоторое морально-этическое руководство, да, любой рассказ, он должен как-то нравственно повлиять или извлечь урок, или мы что-то должны понять из этого, да, понятно, к чему, откуда это все восходит к XVIII веку, к представлению о том, что литература является мощным воспитательным средством и воздействием на психику человека, это все от просветителей пошло, вот, а потом это с помощью Белинского и всех остальных тоже вот социальная социальная роль литературы, она была очень сильно усилена, то есть, очень большой перекос, да, потому что, если вы помните, вы, конечно, не помните, но не важно, я сам не помню, но, в общем, общий тон, допустим, критических статей того же Белинского или кого-то еще, или всех, значит, социал-демократических критиков типа Писарева всегда был типа, а что мы, так сказать, можем из этого изблечь, как бы, да, и посыл, главный наезд на Гоголя был, собственно, в том, что он не желает, так сказать, вести за собой народ. Я просто объясняю, что это очень легко усваиваемая, понятная, укладываемая в логику воспитательного воздействия на человека и понимаемая родителями вещь, да, логика, да, это понятная вещь, да, вот, и поэтому она так органически присваивается, да, то есть литература действительно должна учить, но, вернее, не то, что должна, она всегда использовалась в качестве учебного пособия, начиная, там, не знаю, даже не с XVIII века, я условно говорю, вот, но это не ее главная функция, это просто ее свойства, она может это делать, да, и последние сто лет, собственно, наши писатели и художники все бились за то, чтобы, как бы, литература не должна была бы что-то делать, она просто существует как акт, да. Так вот, да, я не хотел идти по пути, по пути вот этого извлекания смысла, семантического разного анализа, да, я хотел пойти по пути, собственно, полюбуйтесь на структуру текста, посмотрите, как устроено, посмотрите, как это, то есть хотел поиграть вот в эти писательские игрушки с детьми, у меня ничего не получилось, я вам честно скажу, потому что у меня не отборные дети, понимаете, если бы я пришел в лице, где, значит, тютельки отбирают, значит, вот этих всех, вот этот, у Ковчегов совершенно другого типа школы, это школа, куда берут всех, в принципе, ну, как бы она платная, но брали всех, в том числе детей, которых выгнали из других платных школ, это другой совершенно тип, это какая-то такая, ну, такая, запорожская сечь такая, абсолютно, абсолютно такая казачья вольница, которую трудно было усмирять, и они точно не были готовы, то есть один-два ребенка были готовы к вдумчивому анализу и проживанию текста, и вот этого всего прекрасных вот этих вот копаний, да, остальные были не готовы, да. Тут я впервые вот столкнулся с тем, с чем сталкиваются все наши замечательные учителя, полный надежд с тем, что реально ребенок отличается от ребенка в твоем воображении, еще главная проблема в том, что у тебя, допустим, 20 детей, и они все на разной стадии и эмоционального развития, и физического развития, и еще надо сказать, что у них совершенно разный читательский бэкграунд, и кто-то там читает Пелевина, а у меня были дети, которые в седьмом классе читали жизнь насекомых, там, в общем-то, а давайте, говорит, проговорим про Пелевина, и там, да, а кто-то, собственно, как закончил читать, собственно, в шестом классе в детском саду, так больше книжек это и не открывал, в принципе, то есть, в общем, на урок литературы приходил просто на перемене, прочитав, что там, что у нас сегодня будет, вот он быстро на перемене на телефоне посмотрел. Вот. Поэтому в таких условиях заниматься историей, копанием вот этими всеми штуками трудно. Идти обратно, давайте все, значит, посмотрим на то, какой же воспитательный, значит, посыл приходит в капитанской дочке, и как, значит, взрослеет Гринёв, мне не хотелось, мне было скучно, да. Вот. И я вот два, все, почти все свое время преподавания в школе, до недавних времен, я как-то бился, вот колебался между вот этими полюсами, да, чтобы нащупать какое-то правильное представление о том, что же можно делать с литературой, потому что предмет слишком сложный, я объясню, почему. Вот казалось бы, что там, текста и текста, да. Дело в том, что когда у нас есть математика, то все понятно, что с математикой делать. Да, у нас есть русский, у нас есть правила, у нас есть как бы некоторые квалифицированные при ее применении этих правил по отношению к чему, мы отрабатываем правила, да. У нас есть материал, то есть у нас есть физика, первый закон, второй закон, у нас есть оптика, там 9, прекрасно, прекрасно, замечательно, как все хорошо, как все ясно в этом мире, то есть абсолютно все понятно, потому что в этом есть структура, люди любят структуру, любят понятный порядок, да. Когда мы накладываем эту структуру на литературу, из литературы исчезает свобода, исчезает дух, да. В ней остается текст, остается, собственно, ну, как бы все вот эти штуки, да, но мы просто ковыряемся в трупе, ну, то есть, как бы в этом смысле я имею в виду, что мы имеем дело уже не с живой переживаемой субстанцией, да, мы как-то реконструируем, что, а вот здесь вот гипоталамус, наверное, здесь вот это не живая вещь, да, потому что, вот я как бы пришел к выводу, что литература — это искусство, поэтому его нужно приправить как искусство, но не как искусствоведам, потому что филологи, если кто-то хочет заняться в филологии, то он пойдет на филфак, и там он вот структурного анализа там хлебнет по полной мере, чего угодно, то есть там он наберет вот все, что, все вот эти вот и частотность употребления, значит, вот эти все, и влияние, и аллюзии, все, это все игрушки не для школы, я имею в виду, да, это игрушки, а для школы нужно, я вот по-прежнему говорю, что для школы нужно непосредственное эмоциональное переживание текста, да, чувствование, проживание, присваивание, этого текста себе, поэтому тексты должны быть разные, и вот мы зарубились с нашими филологами на тему того, что я говорю, а почему вы решили, что вот этот век, что вот эти вот, значит, грубо говоря, от 1800-го до 1950-60-х годов, это вот исключительно на русском языке, это венец творения, и мы должны читать только этот, только эти тексты, там, грубо говоря, даже 19-й век, да, и ничего больше, да, потому что у нас вся программа состоит из 19-го века, практически, ну, то есть, ну, по большому, почему мы решили, что вот как бы именно вот это является вершиной, так сказать, сложные тексты, написанные для сложных, сложным языком, для взрослых людей, предлагается детям. Я, можно только скажу, не могу не сказать, на уроках литературы, я помню, в детстве обожала литературу, но когда вот это начинается, что хотел сказать критик, что сказал автор, очень не любила, хотя обжала литературу, но вот вы, мне кажется, очень правильные вещи говорите про литературу, про подход вообще к ней, и, возможно, и не так, и не надо. Дело в том, что нет, мои дорогие коллеги, вот на литературе можно делать все эти вещи, можно отрабатывать навыки анализа текста, медленного чтения, структурирования информации, это все можно делать на литературных текстах, можно уметь как бы научить человека вдумчиво читать, с карандашом делать маргинали и пометки, ну, как бы если есть достаточно много времени, да, и, в общем, хороший контакт с классом, ты можешь всему этому научить, дать инструментарий и научить внутри этого текста, ну, производить различные аналитические операции, и этот инструментарий, безусловно, человеку поможет, это правда, да, он поможет, ему обрабатывать сложные массивы информации, не обязательно, ну, как бы, и в своении языка, скажем так, других языков, да, но это все побочные задачи, я просто, как бы, все эти стратегии чтения, которые я слышал, они все основаны именно на том, что мы берем побочную задачу, делаем ее главной, и вот эту главную задачу мы считаем, что вот это, и поэтому у нас так уроки литературы, естественно, будут отличаться, потому что один будет упирать на одно, другой на другое, дух, собственно, мне кажется, исчезает в этом всем, да, вот это именно переживание, а тут две составляющие, с одной стороны, мы это читаем, с другой стороны, мы про это говорим, просто говорим, вот, как бы, про это, что мы про это думаем, я ничего про это не думаю, ну, ладно, ну, ты ничего про это не думаешь, значит, это не твоя часть, идем дальше, но для того, чтобы мы могли пойти дальше, у нас, значит, грубо говоря, сначала должна быть, ну, Дубровский, хотя я не люблю ужасную вторую главу Дубровского, вообще, ну, про вся вторая глава Дубровского, это когда Пушкин берет и начинает рассказывать про все юридические тонкости отъема земель на конце XVIII века, ну, это прямо реально, как иностранный язык для детей, да, и я про это говорю, что, опять же, да, если у нас есть текст исключительно, XIX век, исключительно посвященный одной и той же теме, на одном и том же языковом материале, в одном и том же историческом периоде, у нас нет шансов зацепить людей, которых, ну, потому что, как бы, я очень нежно люблю классику, это правда, вообще, я его безумно люблю гончированно, я считаю, что нельзя мучить детей обломывал, потому что, ну, это как, как бы, сейчас я объясню, это как вот у вас есть ребенок, ну, предположим, я не знаю ваш семейный статус, допустим, у вас есть ребенок, вот, и у него вот только-только он начал молочную пищу есть, а вы ему стейк с кровью предлагаете, ну, как бы, условно говоря, и он ест исключительно стейки, только стейки, ничего, ну, то есть, я к тому, что это качественная, мощная, но это сложная вещь, чтобы усвоить сложное, нужно надо, как бы, сначала попробовать на чем-то, а еще лучше делать, как бы, знаете, здоровое питание, чтобы тебе здесь овощи, здесь, 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 и так далее, здоровая тарелка, по-моему, например. Я в таком случае, позвольте вам такую комплементарную сделаю историю, связанную с тем, что вот мои ученики, когда столкнулись с Соней, это, видимо, так, ну, из того, что язык им понятен, да, несмотря на то, что у вас там в тексте внутри, то есть я на что обратил внимание, что они, конечно, им понятно, это как история, поскольку они плюс-минус того же самого возраста, но там же внутри, и внутри текста есть достаточно сложные аллюзии, есть, ну, есть терминологически что-то сложное, ну, то есть вы там прибегаете там и к историческим каким-то упоминаниям, и к литературным, и я смотрю, они дружно открыли, взяли телефон и полезли в Google, чтобы вам было понятно, про что они говорят. Просто, наверное, если идти вот с другой стороны, если сразу как бы атаковать сложностью, да, то в этот момент там я откладываю книгу, закрываю, говорю, нет, все, мне это непонятно, не нужно. Если они подключаются эмоционально, ну, это как бы сейчас подтверждение ваших слов. Да, это просто очень мощная штука. То есть вот если было что-то интересное, начиналось этим разбираться, я начинал, я в первую очередь двигался за интересом, а не за тем, что мне это надо. И поэтому, мне кажется, та же самая история с литературой. Просто проблема в том, что, опять же, полемизируя с высказыванием, там было замечательно высказывание, что чтение – это тяжелый труд. Конечно, блин, вот такое чтение – это реально тяжелый труд, потому что, хорошо, ладно, там, ну, просто у нас там восьмой, девятый класс, да, у них, кроме, так сказать, Анегина, мы понимаем, алгебра, у нас еще физика, у нас еще, в общем, ОГЭ, у нас вот это все. И выходя из одного класса, ребенок приходит к другому, и каждый предметник уверен, что его предмет самый лучший, и ты его должен знать на пять. Да, если у нас в школе подборка амбициозных, как бы, сильных учителей, это, в общем, очень тяжело для ученика, потому что каждый будет перетягивать на себя внимание, а это невозможно, ресурс ограничен у человека просто, ну, просто. Поэтому он даже, он бы, может быть, рад был бы зажечься там, не знаю, беженым лугом, хотя беженый луг еще более-менее, он просто нудноват по темпоритму для современного ребенка, но там страшилки, там как бы, типа, можно это, вот, но там зажечься, не знаю, господи, тихим доном уже гораздо сложнее, просто и в силу объемности, и в силу непривычки к такого рода текстам, это сложно, это реально нужно тренировать, в общем, и посвятить себя, вырастить из ребенка маленького филолога, хотя бы. Давайте вернемся к профессиональной деятельности, получается изначально инженерно-космическое образование, педагогика, писательство, вот сейчас, в нынешний, сегодняшний день, как вы считаете, таков должен быть путь, или бы выбрали другое направление изначально, как-то сделали бы по-другому? Я бы в криптовалюту вложился, если бы я знал, но тут как бы таков в путь, вложился бы в крипту, придумал бы твиттер, то есть как-то постарался бы ухватить все ушедшие технологические тренды, потому что путь каждого человека невозможно, мы же смотрим на биографию человека с конца, вот у него она так сложилась, то есть мы вот как бы разворачиваем в обратном порядке, невозможно сказать, каков был путь, там направо-налево пойди, и в общем, все было бы по-другому, это все всегда некоторая комбинация твоей личности, каких-то предлагаемых тебе обстоятельств и выборов, которые ты делаешь в этих обстоятельствах, да, не знаю, мне кажется, что вот эта комбинация недоученного физико-математического образования гуманитарного, она мне помогает, она мне нравится, она как бы позволяет балансировать, я вообще не очень это люблю, в принципе, все эти технические штуки, но я их понимаю, как они устроены, вот в этом смысле это помогает, в этом нет некоторого такого страха, страха такого чисто в гуманитарии перед этим, но мне не хватает, я бы все-таки постарался, наверное, добил бы чем-нибудь более глубоким гуманитарным, мне вот этого не хватает, мне хочется и философской, и философия, и история, вот этого мне не хватает, вот, я это дополняю, добираю потихоньку, но времени нету, к сожалению, да, потому что ты там садишься, читаешь феноменологию, понимаешь, что ну ты должен сидеть и разбираться, как бы просто с каждым предложением, что человек хочет сказать там, потому что дико интересно, но это, это ты учишь язык, да, язык, язык, с которым ты работаешь, с которым работает, собственно, философ, вот, это ужасно, вот этого не хватает, наверное, у нас есть небольшая рубрика лайфхак, то есть, что вы можете, какой вы можете совет дать для наших зрителей, какой-то универсальный совет, например, от писателя или от педагога, касающийся своей профессиональной деятельности. Так, касательно педагогики, мне кажется, что главное, главное для педагога, и это исключительно мое представление, мое мнение, это милосердие к коллегам, и к детям, это немножко такое выспаренное слово, но под эти слова я понимаю просто понимание, что того, что ребенок, во-первых, он уязвим, я вас понимаю, как они могут доставить, это невероятно, особенно там, не знаю, в возрасте 5-7-8 классов, это чудовищный возраст, я вам и себе сочувствую, у меня тоже в этом году будет 6-7-7 класс, они могут быть бесячими, доставочими, они могут быть невероятно назойливыми, они могут быть, вести себя абсолютно по-хамски, они будут невоспитанными, грубыми, какими угодно, естественно, подросток это абсолютно кипящий хаос многообразных вариантов, он может быть одновременно всем вот этим сразу, но они уязвимы, они слабы по отношению к тебе, и они от тебя зависимы, так или иначе, хотя бы в пределах твоего класса, и вот ощущение, мне кажется, это важно понимать, что как-то не быть рабом своего собственного предмета, ну отпусти, ну не человек, ну не выучил, ну не может, ну отпусти, то есть в этом смысле, знать пределы своей власти, потому что у тебя все равно есть власть, и не быть рабом своей системы, мне кажется, это важнее всего, вот, это касательно педагогики, а что касается литературы, ну что мне сказать, мне хочется сказать, как этот, вот тем, кто хочет пойти в литературу, хочется сказать слова Гэндальфа, когда он оставался на мосту, перед Барлэгом, значит, эти все убегали, и он сказал, бегите, глупцы, вот, но я иронизирую, потому что, если вы влезли уже в литературу, то вам эти слова уже не помогут, это, что, это как такое самосбывающееся порочество, если ты в это все полез и влез, то ты в любом случае будешь, если это не твое, ты просто в это так глубоко и не залезешь, чтобы услышать мои слова, вот, а если вы услышали эти слова, вы находитесь же в этой точке, уже как бы вы прошли точку невозврата, так или иначе, литература для вас является частью вашей жизни, да, и тут, если мы говорим про литературу, на самом деле, все не так плохо, потому что, опять же, да, как я говорил, что сейчас возможности добраться до читателя, они многообразны, и мне кажется, что мы живем в время, когда каждый, ну, не божий день, ну, ладно, я утрирую, появляются новые возможности, новые платформы, новые варианты, то есть, как бы, формат, формат, грубо говоря, есть писатели, которые стали писателями через посты в Фейсбуке, там, допустим, или в этом, да, то есть, они просто потом собрали эти посты, выпускают в качестве книжек, и, грубо говоря, ну, стали популярными через блогерство, да, я не знаю, что будет завтра, да, я не знаю, какие следующие платформы придумают через 5-10 лет, вполне может быть, что, грубо говоря, мы вообще трансформируем, писательство в какую-то другую деятельность, вот, поэтому мне кажется, что это, это очень многообразная деятельность, и люди пишут очень по-разному, и черпают и идеи вдохновения из очень разных источников, очень разных, и от этого, собственно, сам текст зависит, я только про себя могу говорить, да, потому что для меня это, безусловно, даже когда ты делаешь историю на заказ, или даже когда, это всегда история, ну, то есть, всегда это драйв, да, то есть, ты испытываешь невероятный азарт, вот, и главный совет, я бы сказал, что не бойтесь авантюр, да, постоянно влипайте в историю, придумывайте истории, влипайте в истории, делайте из этих историй свои собственные какие-то рассказы, и вообще идеи, то есть, как бы, постоянно вот этот, подпитывайте новым впечатлениями, новыми идеями, новыми текстами, новыми этими, свой внутренний, так сказать, колодец, от которого вы берете это, то есть, для писателя, если мы говорим про писателя, особенно, ну, вообще для любого писателя, самое, мне кажется, важное, это разбрасывать, как максимально широко сети такие, да, то есть, читайте все, читайте про мумификацию ацтеков, читайте про способы размножения жаб в Амазонке, читайте про, реально, про освоение Марса, про переработку пластика, про все на свете, да, читайте, потому что вы никогда не знаете, с чего у вас возникнет этот следующий импульс, да, и как вы можете применить это в своей истории. Я хотела попросить вас привести для наших зрителей три или пять ваших книг, которые вы рекомендуете им почитать. Тогда максимально разные, потому что кому что, и вот в МТС и в Альпини, в МТС аудио и электронной версии, в Альпини проза, в Альпини детства, книжка бумажная, вышла книжка Кролы и Цаки, я очень люблю эту историю, она странная, максимально странная, максимально странная, вот это как бы фантастика, да, то есть это альтернативная планета, на планете существует несколько разумных рас, внизу живут кролы, это такие персонажи, похожие на кроликов на двух ногах, интерпоморфных, когда вот у них такая подземная цвелеца, наверху бегают цаки, цаки это такие огромные двухметровые птицы, трехметровые, похожие на ипиорнисов, ну такие вот хищные, да, а не скотоводы, и у них есть некоторая такая конкуренция, потому что кролам периодически нужно засевать землю, там нестабильная климатическая ситуация, там периодически то великая сушь, то значит благоденствие, и вот в момент благоденствия они выходят на поверхность сажать огороды, ну и тут приходят кролы, эти цаки со своими стадами, значит вот это все вытаптывают, довольно забавная прикольная история как раз про путешествие маленькой команды, сеятелей, которые отправляются сеять этот огород, и что с ними будет дальше, там альтернативная биология, там у них очень много, у них нет магии же, напоминаю, да, но они так на уровне, грубо говоря, 19-го эко-технологическое, но у них через сайт развита ботаника, поэтому у них такая боевая ботаника, у них много растений, которые они могут использовать в качестве любых нужд, они на них летают, они с помощью их как бы переправляются, они взрывают, добывают электричество, то есть там много чего происходит с помощью растений, вот, это кролы и цаки, довольно забавная штука, я очень люблю совсем сумасшедшую историю, она есть только в букмете, в электронном виде, в аудио, школа глобус, это я по мотивам лицея ковчег написал, это школа, это такое, ну по сути, это как бы немножко это похоже, я придумал, это как будто это вот такой вот Gravity Falls на максималках, в духе аниме, это вот такая штука, там каждый день, то есть там три героя, два мальчика, одна девочка, и они спасают свою эту школу, потому что каждый день там происходит полная адская история, потому что первый день там всех захватывают грибы, ну как кордиться, значит, они пытаются понять, что происходит, потом, значит, все это перемещается в антураж, в духе Гарри Поттера, да, но там есть совершенно замечательные эти, там, допустим, у них есть учебные ворожабы, ворожабы, это жаба, которую надо лизать, когда ты облизываешь жабу, они вкусные жабы, они там с банановым вкусом, с яблочным клубичным, ты лизишь жабу, и получаешь заряд волшебной энергии, чтобы производить, поэтому она ворожаба, то есть это учебные ворожабы, разработанные Министерством тамошнего образования, вот, так вот, да, и они пытаются понять, что происходит в школе, потому что каждый год, день школа трансформируется в какую-то невообразимую реальность, как будто вот кубик Рубика поворачивается, да, такой хулиганский альманах, мне очень он нравится, так, если мы говорим про фэнтези, то Дженни Далфи, конечно, да, вот, если мы говорим для подростков, ну вот можно Соню посмотреть, да, то есть Соня седьмого боя, Соня девять, это такие стихотворные графические комиксы, это стихи плюс комиксы, но там тоже можно про их много говорить, потому что там интересная была попытка поженить формат графический и стихотворный, если говорить про антиутопию, у меня совершенно классная штука, она прошедшая мимо, мне очень нравится «Левая рука Бога», это такая альтернативная реальность, да, где, собственно, такой технофэнтези, да, такое достаточно мрачное, но это прям антиутопия, антиутопия, там все нехорошо качается, но это для старших подростков, вот, вроде, наверное, все, ну, много других книжек, но я просто про все говорить не буду же. Я думаю, что кто заинтересуется, обязательно посмотрит, вдруг кто-то вообще не в теме, не в курсе, вы еще рассказали, классно, немного про что это, соответственно, кто-то зацепит, кому будет. Ну, вот последняя книжка, Яндекс, мы выпустили с Яндексом, «Тарифские сказки», это такая книжка про водителя такси, у которого не совсем обычное такси, то есть, как бы, и девочка, и он оказывается с ним, во-первых, в выполнении заказа, и выясняется, что это такси, который может проехать в любое пространство, как бы, оно может проехать и как географическое, так временное, так и ментальное, то есть, он может перемещаться в любых этих, то есть, это такси, которое выполняет желание человека, который хочет оказаться в том или ином месте. Спасибо большое, Алексей, что пришли к нам сегодня, я надеюсь, что наши гости тоже открыли для себя много нового, напомню, что мы говорили о профессии, Алексей, о том, какие они разные, как наш гость в них себя чувствует. Немножечко мы ещё заглянули в сторону литературы детской, поэтому, как бы это банально, наверное, и просто не звучало, но, конечно, мы вам хотим пожелать читать, любить книги, любить литературу, читать вместе с детьми, и тем более таких прекрасных авторов, как наш сегодняшний гость и многих других его современных коллег, поэтому читайте, друзья, это замечательно. Спасибо, спасибо, что позвали, спасибо, что посмотрели. Напомню, с вами был подкаст «Инфоурок», где мы говорим о профессии с нашими гостями. Подписывайтесь на наши каналы, следите за новостями. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова